Счастливые люди Как бы он не отбивался от этого Один из самых умнейших мужчин Которого я знаю И вообще замечательно Поэтому этот эфир наверное о том Какое счастье для меня И Пермяков Что такой человек живет рядом с нами А вот счастье ли это для него Я не знаю Я даже не задумывался Тема счастья Это не самая моя тема Я всегда был как старый еврей На носу очки в глазах осень Поэтому я слегка ошарашен О чем говорить О каком счастье Мне всегда казалось Что вы как профессионал высокого уровня Счастливы в своей профессиональной деятельности Видеть вас в суде Видеть вас выступающим в колонии Это просто вот эмоциональное удовольствие А ты видел меня выступающим в колонии? Конечно под Кунгуром Когда мы с Исаевым чего-то там бубнили И нас никто не слушал А потом вышел Сергей И начал четко Поставленно Говорить так Что все эти зэки Второходы Абсолютно цинично Сидевшие Подобрались И это была сцена Бандерлоги Вы меня слышите? Мы слышим тебя Еще скажи Что ты несчастлив Так управляешь аудиторией Дело в том Что Ну давайте так Я не самый лучший юрист в городе Конечно Но у меня есть своя фишка В моей работе Есть своя фишка Я Как Дмитрий Который чувствует человека А я пытаюсь чувствовать дело Я начинаю чувствовать Ну там Каждый выступающий в аудитории Чувствует аудиторию Это как бы привычно и нормально А я пытаюсь чувствовать дела Я пытаюсь Увидеть С чего Хвост Где вырос Да А где голова То есть Вот как бы я Тоже начинаю щупать Как позвоночник рукой Я так щупаю дела И поэтому мы очень активно Хорошо работаем С моим партнером и другом Сергеем Владимировичем Максимовым Потому что он Юрист-буквоед Такой чистый юрист Грамотный Хороший Чистый юрист А я Что называется Поэт в профессии Я Могу забыть слова Но зато я Пытаюсь понять Кто что хочет сказать Не словами А действиями Ну вот Кстати тоже В этом Вот в этом фишка Про ваш Прекрасный дуэт Вы ведь и по темпераменту Разный Мы очень разные люди И подход к работе У вас разный Это вот такое Единство разных Абсолютно У меня просто Пересыхает горло Я консультирую граждан Вообще Мария Ведь когда у нас В студии юрист Который работает На гражданское общество Грубо говоря Да А мы тут С радовидим Думаем о судьбах Родины И как О этой судьбе Родины Водит нас В депрессию Постоянную И вы что Что делаете У меня уже нет Спроси у своего гостя Классно У меня доктор хороший Хотите телефон Нас книж немного Процентов 15 в России Но есть Понимаете Вот и что делать Влад Ты повернешься на Дмитрия Павловича Если он свои пять Что делать Перестань смотреть телевизор Первое Ехать из России Одно с двух Фу-фу-фу Ну Тем кто начинает жизнь Я думаю Что можно Телевизор Мы не смотрим Мы фейсбук читаем Понимаете Как говорят Праздник Нужно носить с собой Праздник Который носится с собой Он везде праздник Можно находить Что-то хорошее И в этой жизни И в этой стране Конечно У нас страна Не самая удобная Не самая комфортная И не самая та Которая вызывает Чувство счастья Ну У нас вот Это как бы Внешний фон А мы внутри На этой деле Сталин снова жив Понимаете Смерть Сталина отменена У нас новая интрига Посмотрим ли мы этот фильм И мы его обязательно Посмотрим И будем радоваться Был вопрос про счастье Я понимаю Что у него Искренняя Скромность Но ключевые слова Прозвучали Он как поэт В своей профессии Все что Проявляет творчество В своей профессии Оно и несет Изначально счастье Понял Так что я правильно Тебя угадала Здесь и плюсы и минусы Да Поэтому Иногда Иногда Удается Очень хорошо Иногда Удается Не очень хорошо Как обычно На самом деле А ты сильно расстроился Что тебя взяли В ОНК В очередной раз Это вообще Совершенно Я сейчас вот скажу Даже на экран Скажу Нет конечно Совершенно нет Для меня это Подустроить Какую-то очередную бучу Вернее Предложить Устроить Очередную бучу Потому что Ну Как-то Большой агрессией У меня как-то Даже не стало Я расслабился Я расслабился Как хорошо Я простил себе Свои ошибки Все таки Выведу На такое Обобщение Как добиться Нам Вот чувства Части Некого Да Как гражданскому Обществу Как некому Сообществу Людей Которых мы Друга знаем Нас всего лишь В городе 100 человек Мы все В лицо Друга знаем Это все Общество Общество Гражданскому Обществу Невозможно Наверное Что-то Предложить Чтобы стать счастливым Не знаю Каждый из нас Отдельности Может Подходы Наверное У всех Могут Разные Действительно Нам нужно Расслабиться Лично для меня Было Серьезным Заданием Простить себе Свои Очень серьезные Ошибки Которые Я совершал В Сумасшедшем Состоянии Которое У меня Было Несколько лет А вот Эти ходячие Мертыцы Которые вокруг Сейчас бродят Ожившие Трупы Сталина Ты если говоришь Ходячие Мертвецы Ты определяй Понятие Влад определяет Людей без активной Жизненной позиции Нет Я сейчас говорю У нас сейчас Сталин Снова жив И вокруг него Но он же не ходячий Мертвец А это вот эти вот Которые вот Ура-ура Ну Зомби Тогда Да И кажется Знаете Страшно Они окружают Замуровали Демоны Страшно Жить Да Страшно Тяжело Беда Ну Что делать Такова жизнь Ну не знаю Никто нам никогда не обещал Счастливой жизни В нашей стране В 90-е годы были надежды Обещали Вот ты когда В 91-м году Мы все думали Что мы попали Да В другую эпоху Да Мы были так Я не думала А оказалось что совок вечен И он возродился Да Боже Воробьев Да Я отберу для микрофона Я с этим согласен Опять же нужно расслабиться И получить удовольствие Ну что делать Нет Сережа Ты когда дело в суде выигрываешь Ты несчастлив? Ждать укуса? Когда ты проконсультировал кого-то И у него разрулилась ситуация Ты несчастлив? Нет Мы Конечно Получаешь долю удовольствия От того Что ты удачно самореализуешься Конечно Как любой профессионал Получает В этом удовольствие Так и я Получаю удовольствие От Успешной самореализации При этом Как бы Я не получаю Полный объем счастья От того Что я самореализуюсь Как юрист Ну на самом деле Работа Это работа И останется работой Этого недостаточно Для того Чтобы расслабиться Для того Чтобы быть счастливым человеком Нужно кто-то еще к этому Конечно Ну вот Дмитрий говорил Что нужно как бы Да Расслабиться И как бы И почувствовать Некую свободу Что ли внутреннюю Да Но когда мы окружены Живыми мертвецами И отбиваемся от них Трудно назвать это расслабление Вот когда меня окружают Живые мертвецы Я беру волшебную палочку И начинаю их расколдовывать Чтобы у меня проход был И все С ними мы ничего не сделаем Ребята Да Невозможно говорить С дураками Сумасшедшими И те кто получает За это деньги С ними говорить Их убеждать В этом невозможно Можно говорить Самому себе Либо там Камере Либо человеку Который тебя хочет слышать Но когда Тебе приходят друзья Из НТВ Тыкают В лицо Микрофоном И кричат Где вы берете Иностранные деньги Ну честно С ними невозможно Разговаривать Они не об этом Говорить Убеждать Доводы какие-то Предлагать Так кто из нас болен Дмитрий Вопрос к вам Или как Полистине чудес Значит Кто они нормальные Они или мы Или мы Все по-своему Ну обычно Когда мы В свои игры играем Это одно А когда начинаем В чужие игры играть И заигрываться Мы Я уже сказал Что можем Проиграть Но мы В этой чужой игре Живем Понимаете Вот эта вот Имитация Под названием Российской Федерации С утра до вечера По телеканалам Это глобальная Пропагандистская игра И мы в ней Все на участвуем Если на какие-то Серьезные вопросы Но компрометирующие Мы будем Серьезно отвечать Это одно А если мы будем Шутить Все поймут По-своему Но Нас это Никак не разрушит То Негативное С чем мы Не можем Борца А фон Который сейчас Вокруг нас Это то С чем мы бороться Почти уже не можем Нужно доводить Либо до Иронии Либо до абсурда Очень хорошие Два варианта Самые актуальные Невозможно Бороться С законом Об иностранных Агентах В суде Невозможно Бороться Это не закон Это управленческое Решение Которое Оформляется На разных Стадиях Многие Юристы На этом Сломались Когда выходили В эти процессы Потому что Верили в право В идеалы Потому что Они специалисты И Суд Они думали Что идут К специалистам Говорить О праве Правовыми словами Нет Поэтому Жить Законом Об иностранных Агентах Не считая Возможно Положительного Предстоящего Решения Европейского Суда По правам Человека Можно Только Либо Доваря Его До Иронии Либо До Абсурда Пусть В списках Иностранных Агентах Будут Абсолютно Все Другой Сторон И закроют Все Профсоюзы Русское Народное Правило Могло Быть хуже Сейчас Дочитываю Второй Том Тысячу Страниц Стивена Коткина Английской Музыки Биография Сталина Точнее Всего Этого Периода Второй Том До Сорок Первого Года До Гитлера Значит Сейчас Там Идет Разгар Тридмого Года Но Ведь Даже Когда Это Написано Таким Здоровым Трезвым Английским Языком Это Такое Ощущение Не просто Абсурда Это Какого-то Вселенского Какого-то Масштаба Игры Дьявола Да Так Не заматывайся В дьявольскую Мантию На самом деле Не садись С ним Я про то В России Это Детская Игра Это Третья Серия Третья Серия Это Сериала Мы Не знаю Что Как бы Мы Раз за Разом Через Какой-то Сумасшедший Дом Начиная С Великой Смуты 614 Года Возвращаемся В ситуацию Коллапса Государства Социальных Отношений Возрождаем Средневековье Крепостное Право У нас Сейчас Очередная Реинкарнация Этого Неофеодального Троя С какими-то Боюсь Элементами Может быть В чем-то Средневековье И крепостного Права При Сталине Это была Реинкарнация Средневековья Крепостного Права В чистом Виде А вот такой вопрос Значит Статьи Профессионализм То есть Можно Если базироваться На них То можно Повернуть И В одну Сторону Можно Повернуть В другую То есть Вы В принципе Сам Можете Руководить Ходом Процесса Правильно Я пытаюсь Я пытаюсь Это делать Вы можете Вы не пытайся Вы можете Герой романа В Кавке Не может Руководить Процессом Как раз Про это Все романы Может Ну Там Процессы Процессом Рознь И все Как раз Зависит От Подачи От Подачи От Режиссура И от Состояния Судебный Процесс Насколько Вы можете Это Не то чтобы Втолкнуть Это все А Повлиять На ход Так чтобы Это было Во благо И вам И тем Кого Вы защищаете Если мы Время Судебных Процессах То они Разные Бывают Процессы Которые Вне правового Поля Это вот Как дела По иностранным Агентам Это то что Мы проиграли В эту среду Это Да Есть дела Которые Вне правового Поля По которым Решение Принимается Вне правового Поля И просто Идет Оформление Это решение На самом деле Эта история Началась Не с этих дел А началась У нас Чеченских Авизов Вот По таким делам Что-то делать Бемысленно Можно по этому поводу Шутить в процессе Красиво выступать И превращать Это в какой-то Политический процесс В театр Еще что-то Есть дела Есть дела По которым Понятно Стратегия И все происходит Механически А есть дела Где нет Предсказуемого Результата И которые И которые Действительно Можно Выправлять Действительно Таких дел Очень много И даже И даже Ты не всегда Знаешь Когда Идешь В процесс О том Что это Дело Которое Ты можешь Вывернуть Наизнанку Такие дела Очень интересные Интересно С ними Работать Потому что Ты не только Работаешь С нормой Правой Но ты работаешь И с людьми С судьей С человеком Который Выносит Решение Эмоционально Работаешь Пытаясь Повлиять На Его Заключение По этому Делу Какие дела Интересные Действительно Такие дела Есть Не все Но есть Такие дела В Москве Нам вчера Показали Очень хороший Подход Он называется Подход Алистер Не чудес Вы всего Лишь Калы Карт Значит Мединский Запрещает Показ Фильма А кинотеатр Пионер Его хозяин Мамут Говорит Пошел Ты Нафиг И Начинает Показ Этого Кино Без всякого Удостоверения У нас Начинается Новая Эпоха Когда У нас Нет Раболепного Трепета Перед Решением Властей Ведь Посмотрите Это все Звение Одной Цепочки На самом Деле Все Началось С того Что Люди Начали Говорить Потом У нас Начали Как-то Активно Не замечать Как Вот Сейчас Мединским Решение Властей То есть Не Реагировать Это Как На Волю Бога Навальный Не замечает Что Его Не допустили Как Фильм Шестое Чувство Он Живой Или Он Умер Но Он Как Бывает Навальный Это Конечно Очень Интересное Событие И открытие Российское Я Не очень Хорошо Понимаю Как Это все Появилось И чем Ты живешь Но Это Несомненно Событие Которое Объединяет Вокруг Себя Очень Много Протестных Настроений Я думаю Разных Очень Разных Очень Разных Настроений Ну и понятно Протестные Все голоса Это Молодежное Движение Там Главное Ощущение Что Вот В этой Бальной Как бы Имитации Российского Государства Это Какая-то Новая Игра Как бы Это Новый Вирус Тоже Игра Но Из другой эпохи Из другого Времени Возможно Не знаю Но то что Это Породило Волну Молодежных Выступлений Молодежных Настроений Это Породило Волну Ну то есть Там Дети Перестали Играть В стратегические Игры И вышли На площадь Стали заниматься Какой-то Политикой Это же Интересно Я считал Что это Вообще Невозможно То есть Некая жизнь Победила Некую Виртуальную Реальность Образ Жизни Это возможно Уйдет опять Виртуальную Реальность Если Не В стыг Ну главное Что она Прорастает Влад Машет Нам Закругляйтесь Хотя Сам же Задает Сложные Вопросы Легко Мы закруглимся Конечно Легко Закруглимся Я Не знаю Как Сергеева Ощущение Счастья Поживает Но я Уверена Что вы Дорогие Зрители Получили Удовольствие От общения С умным Человеком Я стараюсь Не думать По актуальным Жизненным Проблемам Вычисливым Это значит Не думать О умных Вещах Не думать О том Что ты делаешь Иногда И почему Ты это делаешь А просто Делать Как покатиться Самому Еще Совет Который Дмитрий Заметил Даже Теориест Ты должен быть Поэтом Понимаешь Нет Не должен быть Это Сережа Нафига Это он Сам Он признался Что не всегда Мы циклим О результате Мы получаем Кайф От процесса Вот это самое главное Это и есть Счастье Показатель Творчество Вам свободны Это черта Да Вот это мы подвели И до встречи В новых эфирах